Что нам снег, что нам зной, что нам дождик проливной. Именно так теперь могут говорить любители спорта, проживающие в Медвежьих озерах. Теперь для того, чтобы зимой поиграть в тот же футбол, не обязательно дожидаться теплой погоды или ехать в другой город. На местном спортивном стадионе установили специальное каркасно-тентовое покрытие шириной более 1000 квадратных метров и высотой 13,5 метров, которое позволит спортсменам тренироваться в любое время года. Мы сразу убиваем много зайцев, мы детей сюда заводим, занимаемся и на улице, и мы уходим от снега, от дождя, от ветра, вот от этих вещей. И у нас появляется такой объект, где мы можем увеличить количество занимающих. Новая крытая площадка будет предназначена для таких игр, как футбол, волейбол, баскетбол, а также теннис. Здесь появятся трибуны, а также специальная климатическая установка, которая будет помогать поддерживать комфортную температуру. Спортивная база в Медвежьих озерах считается одной из лучших в Московской области. На ее площадках занимается около 900 местных жителей всех возрастов. Здесь работает 9 секций – футбол, бокс, волейбол, баскетбол, дзюдо, флорбол, большой теннис, а также есть зал для спортивных единоборств. Все они бесплатные. Установка всепогодной тентовой конструкции должна поспособствовать тому, что количество занимающихся еще возрастет. В данном случае это укрытие устанавливается на любой территории, потому что это не является капитальным строением. Это временно переносное сооружение. То есть его можно перенести в любой момент, в любое место. Стоит отметить, что установка укрытия – это лишь первый этап работ, планируемых на территории стадиона. У руководителей спорткомплекса есть мечта еще увеличить площадь навеса. Мы могли бы здесь проводить различные соревнования, и мы бы здесь могли бы открыть еще несколько секций. Одну из секций, которую моя мечта – это открыть – легкая атлетика. Все работы по установке каркасно-тентового навеса на Медвежье-Озерском стадионе планируется завершить уже к концу ноября. Мария Буржинская, Валерий Жеглей, Щелковское телевидение.